Признаюсь, когда я начал знакомство с этим ноутбуком, я был в шоке не только от сложного нейминга, а название ноутбука я так и не запомнил, я его вынесу в отдельную плашку, но и от его дизайна. Оказывается, игровые ноутбуки можно делать не только стильными и строгими, но и относительно тонкими, а не похожими на какие-то детские машинки. Кстати, это ноутбук линейки S, то есть топовый, есть еще M и G, среднесегментные и более бюджетного класса. По внешке кайф, ноутбук строгий, стильный, по габаритам побольше 15 дюймовый MacBook Pro и потяжелее. По поводу массы 2,1 кг, путешественникам еще стоит знать, что адаптер питания весит еще порядком 600 грамм. Увесистая вещь, можно даже убить человека. Если отталкиваться от игровых ноутбуков в плане дизайна, конечно это победа. Даже золотая полоска по периметру не пошлит. Отпечатки правда собирает быстро. Материал корпуса комбинированный, основа это алюминий, есть части из пластика, но когда непосредственно начинаешь использовать этот ноутбук, не с первого раза даже понимаешь, где вкрапления из пластика. На верхней части расположилось три статусных индикатора и логотип с подсветкой. По периметру 4 радиатора. Несмотря на то, что горячий воздух будет выходить и вбок в том числе, руке с мышкой это дискомфорт не доставит, потому что она будет находиться на уровне клавиатуры, а это ниже. По разъемам. В тыльной части HDMI. На левой грани один USB-C первого поколения, два медленных USB 2.0 и аудио джек. На правой поинтереснее. Один USB-C уже Gen 2 и один USB 3.1. Жаль, что компания не использует высокоскоростной порт Thunderbolt 3. Ну и конечно же не хватает карт-ридера, так что переходники наше все. Apple меня уже научила. Ну и хардкорные True Pro геймеры заводят о том, что здесь нет Ethernet порта. Но это история про толщину корпуса, а не про неудобные огромные толстые чемоданы, которые не хочет забрать с собой. Открываем крышку. Тест на макбук пройден. Кстати, обратите внимание на не очень большой угол открытия. Хотелось бы конечно побольше. Господи, когда производители перестанут клеить эти наклейки. При открытии крышки нижняя часть ноутбука приподнимается для лучшей циркуляции воздуха. По сути открывающийся на 5 мм днище это фирменная фишка линейки Zephyrus S. По заявлению инженеров Asus или Asus. Википедия говорит, что правильный вариант Asus. А нет, это только первый вариант. Есть еще вариант Asus и еще какой-то Asus. Ладно, Asus или Asus. В общем, по заявлению инженеров, работающих над созданием системы охлаждения этого ноутбука, удалось увеличить проходящий поток воздуха на 22%. Проверим это при тестировании игр. Забор воздуха осуществляется через отверстия сверху. А я вот уже подумал, что оттуда польется крутой звук. Также под крышкой спрятаны диоды для подсветки. Без RGB не обошлось. Но все это дело настраивается в паре с клавиатурой. Косметический нюанс, отключить подсветку днища отдельно от клавиатуры не получится. Кстати о самой крышке. Ей не хватает ребра жесткости. Вот ставите вы ноутбук на колени или берете его руками для переноски, а она прогибается. Крышка металлическая и не должна сломаться, но все равно как-то не по себе когда часть корпуса прогибается. Все таки инженеры могли бы проработать этот момент. И еще бытовой нюанс. Слева расположены низкоскоростные USB порты и скорее всего вы будете подключать к ним мышку разместив провод за ноутбуком. При закрытии крышки сначала убедитесь в том, что провод не попал под открывающийся капот. Пара неудачных закрытий и будете перепаивать новый провод. Два двухватных спикера разместились тут. Расположение хорошее, звук направлен на зрителя и громкости хватает. А вот чего не хватает так это традиционно для многих ноутбуков объема и низа. Вот можете послушать сравнение с 11-дюймовым iPad Pro. По поводу дизайна плоскости, где расположена клавиатура. До момента использования этого ноутбука, она у меня вызывала только отвращение. Я наверняка как и многие из вас думал только об одном, ну что это за подставка для чая. Ну вот попользовавшись пару недель к этому привыкаешь и в принципе относится более чем лояльно, особенно когда понимаешь зачем это было сделано. Это решение имеет как свои преимущества так и недостатки. Основная цель такой дизайнерской мысли убрать клавиатуру и соответственно руки пользователя из горячей зоны. Что более чем удалось. Под пластиковой накладкой расположился процессор, графический чип, 4 трубки охлаждения, радиаторы и кулеры и все это дело греется будь здоров. Недостаток заключается в том, что тачпад пришлось расположить сбоку клавиатуры и его размер получился уж очень маленьким. Если его высоты в принципе хватает, то ширины нет. Правая и левая кнопки мыши были выделены отдельно. Очень архаичное решение. Но самое обидное в том, что тачпад не продавливается, то есть в него по сути не встроена левая кнопка мыши и просто вести курсор, захватить папку и продолжить ее перемещать нельзя. Необходимо задействовать второй палец на физическую кнопку, что неудобно. Сама панель поддерживает жесты мультитач, но опять же из-за ее компактных размеров ими не очень-то и комфортно пользоваться. В общем любой владелец макбук скажет, что пользоваться этим тачпадом просто невозможно и это издевательство. А вот что понравилось так это переключение панели в отдельный цифровой блок. Тачпад при этом отключается и можно по-бухгалтерски набирать циферки. Круто и красиво. Многие спрашивали про клавиатуру, насколько такое расположение удобно. Набирать на клавиатуре при таком расположении кистей более чем комфортно. А еще я видел в сети продаются специальные подставки под запястье. Единственное мне показалось, что клавиши для набора текста туговатые. Но опять же дело привычки. Ход ключа небольшой 1.2 мм. Стрелки очень крохотные. Гонщики скорее всего будут переназначать управление на другие, более крупные клавиши. Подсветка помимо выключенного состояния имеет три степени регулировки яркости, плюс 8 вариантов мерцания RGB подсветки. Статический профиль есть. Цвет можно настроить в приложении Aura Sync. Кстати, само приложение Armory Crate можно запустить по нажатию отдельной клавиши. К остальным его настройкам вернемся позже. Дисплей упакован в относительно тонкие рамки за исключением огромной бороды в нижней части. Польза от нее тоже есть. Матрица приподнимается на чуть более комфортную высоту для глаз. 15.6 дюймовая FullHD матрица IPS. Матовая 144 Гц с откликом 3 мс. По ощущениям матрица для игровых ноутбуков неплохая. Углы обзоров хорошие, максимальной яркости достаточно. Если бы это был не игровой ноутбук, конечно же хотелось бы повыше плотность пикселей на дюйм, но как вы понимаете это совершенно другая история. Флажку с техническими характеристиками я вывел на экран, посмотрим что можно проапгрейдить. Во-первых это оперативная память. 8 гигабайт распаяна на материнской плате и 8 гигабайт установлена планкой. Ее можно будет снять и доставить планку на 16 гигабайт и у вас суммарно получится 24 гига. Апгрейд оперативной памяти до максимальных значений обойдется в 100 долларов и при этом я еще не учитываю стоимость планки которую вы извлечете и можете продать на рынке б.у. Во-вторых это SSD накопитель. Тут установлен бюджетный но высокоскоростной диск M.2 NVMe PCI 3.0 на две линии на 512 гигабайт. Его можно будет заменить на 1 терабайтную версию. На этом все, по качеству сборки у меня претензий нет, единственное что во время разборки будьте осторожны, защелки здесь уж очень хлипенькие. Сначала решил немного помочь от ноутбука и запустил пятый Battlefield на ультра настройках с трассировкой лучей. Он эти самые настройки не очень-то и вывозит. А FPS в среднем колеблется от 40 до 60 кадров, но при этом бывают и более низкие показатели, разумеется вызывающий дискомфорт. При этом процессор работает в диапазоне от 80 до 85 градусов. Верхняя часть ноутбука нагревается очень прилично и теперь становится ясно почему инженеры опустили клавиатуру ниже. В некоторых местах держать пальцы на пластике просто невозможно. Если перевести настройки с ультра на высокие, то FPS будет куда стабильнее, а просадки меньше, да и температура процессора становится пониже и колеблется в диапазоне от 75 до 80 градусов. С отключенным DirectX 12 на высоких настройках вы получите те самые заветные 60-80 FPS без просадок даже в самых сложных сценах. Metro Exodus на экстрим настройках опять же с трассировкой лучей, Hairworks и прочими красивостями в среднем идет в 40-60 FPS. Но в отличии от Battlefield просадки уже не так остро чувствуется. Хотя когда народу в баре много приходится довольствоваться и 30 FPS. Если снизить настройки с экстремальных до высоких все идет гораздо лучше. Не забываем о том, что игр с трассировкой лучей будет все больше и больше. На подходе Cyberpunk 2077, Watch Dogs, Call of Duty Modern Warfare, Wolfenstein RTX 2060 станет порогом входа в игры с этой технологией. Far Cry 5 тоже на максималках выдает 30-50 кадров с редкими просадками до 20. Как только вы снижаете настройки с максимальных на высокие, то средний FPS уже 80 и счетчик ниже заветных 60 кадров опускается ну очень редко. С удовольствием поиграл в Dirt Rally 2. Ох уж и хардкорная игра когда отключаешь всех помощников. Особенно при прохождении на какой-нибудь классике вроде Audi S1 E2. Игрушка идет стабильно, без лагов 50 фпс. Ну и графика конечно уже не 2019 год. Машинка получилась горячая, но в то же время производительна. Для более требовательных геймеров есть модели с RTX 2070 и 2080. Но в целом на около максимальных настройках с минимальными потерями в графических плюшках можно получить стабильные 60 кадров, что в столь тонком корпусе достойный результат. Пусть лучше так, чем таскать с собой 5 килограммовый ящик с лучшей системой охлаждения и с двумя адаптерами питания. Прямо таки заядлые геймеры смогут доплатить за более производительную графику. Что понравилось, так это работа и система охлаждения. Понятное дело, что в режиме турбо в играх она гудит как самолет, ровно как и на всех игровых ноутбуках. Тут без наушников закрытого типа не обойтись. Но вот благодаря профилю тихий или даже производительный удается получить вполне приемлемый уровень шума. Полностью кулеры даже в тихом режиме не отключаются. Это вам не макбук, но нет такого как в Xiaomi Mi Gaming, когда ты запускаешь браузер хром и кулер буквально за секунду раскручивается до максимальных оборотов, пугая всех вокруг. К сожалению время автономной работы не конек этого ноутбука. Два часа пятьдесят минут при просмотре фильмов через ютуб по вайфай при 60% яркости и 60% громкости звука в тихом режиме это очень слабый показатель. И еще один бытовой нюанс. Штакер питания не имеет конечного фиксируемого положения. Даже при небольшом колебании кабеля он так и стремится извлечься из корпуса. До такого конечно не доходило, но следить приходится. Также разработчики заявляют о том, что этот ноутбук можно заряжать от пауэрбэнков. У меня к сожалению такого опыта нет, а вот если вы когда-нибудь таким занимались, то обязательно расскажите в комментариях о своем опыте использования такого кейса. Расскажите о том, какой у вас ноутбук, какая в нем емкость аккумулятора, какой пауэрбэнк вы использовали, сколько все это дело заряжается и какие потери. Будет интересно посчитать. Камера в ноутбуке 720p, качество можете оценить сами и запись звука тоже, я его никоим образом не обрабатывал. Единственный нюанс, у меня почему-то операционка не хочет использовать камеру в качестве средства для разблокировки через систему Windows Hello, а дактилоскопического датчика для распознавания по пальцу здесь к сожалению нет. Ну и приятный бонус. В комплекте идет проводная мышь Strix Impact. Мелочь, а приятно. Стоимость ноутбука в такой комплектации находится в районе 150 тысяч российских рублей или 2400 долларов. Плюс-минус. Стоит ли брать этот ноутбук или нет, решайте уже вам, у каждого свои цели и задачи. Свои альтернативные варианты можете предложить в комментариях к этому видео. Был еще интересный вопрос в инстаграме, кстати обязательно подписывайтесь на него, потому что там я тизерю о грядущих роликах. Так вот, спрашивали, что лучше взять, этот ноутбук или за эти же деньги подобрать MacBook Pro. Так вот, вопрос довольно скользкий. Во-первых, это разные платформы. Все-таки macOS это больше для креатива операционная система, а Windows универсальная машина в которую можно играть. По ценнику тоже есть вопросы. На американском сайте если поднапрячься и уплатить НДС, то можно взять базовую пятнашку. Она будет лучше по корпусу, дисплею, габаритам, автономности. Но послабее по железу, есть вопросы по троттлингу и в игры не поиграешь. Но опять же тут уже решает операционка и задачи которые стоят перед ноутбуком. Если смотреть в российском Apple Online Store, а это нашей реалии, то тут все печально, ибо та тренажка которая стоит 150 тысяч России и в подметке не годится обозреваемому. Серый рынок MacBook Pro в России где-то будет посередине в плане цены. А кто-то в комментариях традиционно сморозит, что он за эти деньги сможет собрать куда лучшую настольную игровую машину. В общем на этой веселой ноте и закончим. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. До скорых встреч! Увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok